Приветствую дорогие друзья, с вами Александр Святов. Сегодня я расскажу о вот таком интересном ноже. Ножик называется Барибал от мастера Виктора А.К. Виха из Одессы. С мастером я не знаком, мы с ним не виделись, пообщались два раза в телефонном режиме, после чего я получил этот нож. Фотографии выложу в конце ролика. Также покажу разобранный нож. Фотографии будут мои, и Виктора, собственно. Чем нож примечательный? Ну, в первую очередь, это флиппер с подшипником, порошковой сталью, с CPM2 ATCV, аналогом 390, и полностью ручная работа, как вы можете уже догадаться. Складничок. Общая длина у нас 218 мм, длина клинка 92, флиппер, толщина по обуху 4,5, сведён примерно в 0,7, то, что я намерил. Вес 180 грамм. Для меня это чуть-чуть многовато, конечно, но разговор не о том. Допустим, да, 181, 180, не суть важна. 111 тукан. Ласточку давайте прикинем, да? 121. Примерно так. То есть, сразу был бы Виктор сказал, что я, если ему будет интересно, расскажу, что бы я изменил ножи, что бы я подправил. Потому что я не из тех людей, которые начинают сразу что-то критиковать, и вообще критиковать работу человека. Если ты не можешь сделать нечто подобное, это глупо как-то. Всегда в комментариях найдётся какой-то умник, который начнёт учить меня жизни, меня и Сергей, имеется в виду, да, о том, как нужно сделать, как бы он сделал. Грамотный такой, сделай, покажи, пиздеть, не мешки ворочить. Прошу прощения за мой французский. Поэтому с Виктором я это всё дело сразу обсудил. Обратил внимание на то, что вот в этих моментах микрофаска совсем уж микро. То есть, при, скажем так, активном пользовании, будет немножко наминать палец. Не наминать, а сдавить и резать. Вот это первый момент. Второй момент. Ну, толщина клиночка. Я спросил, почему так было выбрано. Виктор сказал, ну, так получилось. 4,5 мм для складня. При таких габаритах, в принципе, это очень-очень-очень много. То есть, для меня идеал складного ножа при схожих габаритах, это всё-таки толщина его не должна превышать. Не должна быть меньше, чем 2,8 мм и не больше, чем 3,6 мм. Вот примерно такая вот золотая середина. То есть, хорошо, когда это 3 мм, хорошо, когда это 3,5 мм, 2,9 мм. То есть, меньше, наверное, не нужно, а больше абсолютно не нужно. Это всё-таки складень, да. Подшипник. В пластиковой обойме. Все дела. То есть, лично. Такой вот нюанс ещё здесь я заметил. Он ни на что, собственно, не влияет. Видите, боночка есть раз, и боночка есть два. Некий такой когнитивный диссонанс возникает. Почему? Я сейчас постараюсь показать. Так, как бы это всё нам так поаккуратнее. Ну, давайте, наверное, на примере ласточку покажу, да. Видно раз боночка, видна два боночка. Постарались максимально использовать все возможные средства, дабы бонки были максимально близко к концу плашек, но при этом они не выступали и не заваливались вовнутрь. Здесь же мы видим два противоположных случая, когда одна практически заподлицо, а вторая чуть утоплена. То есть, ну, немножко с моей точки зрения это неправильно. Клипса тоже интересная. Лайнеры у нас титановые. Клипса, соответственно, сколько я понимаю, тоже. У Виктора есть доступ к пескострую, на фотографиях, которые выложены на форуме, и я ссылочку на него покажу. Нож ещё без клипсы. В принципе, неплохо. На кармане держится хорошо. Такая мощная, бутсматая клипса. Ну, тоже, опять же, можно было бы чуть-чуть её поднять, хотя это хозяин-барин. Интересное решение с осевым винтом. То есть, тоже такие вот декоративные накладочки, которые помогают в затяжке. Вот он, замок у нас. Фиксируется всей толщиной пластины. Лайнеры у нас титановые, двухмиллиметровые. То есть, вполне-вполне себе ничего. Что ещё интересно, выборки есть как и на плашках, так и на клиночке. То есть, это круто, но, наверное, даже не знаю, нужно ли так. Это большая работа, и иногда она даже, скажем так, дурная. Клиночек здесь чуть-чуть буквально не по центру, в связи с того, что пережимная пластина-замочка сильно давит на него. То есть, ну, из-за этого у нас прекрасный флип. Вверх-вниз, средним пальцем, каким угодно. Чуть-чуть не хватает мне насечки. На флиппере, да, вот, палец немножко скользит. И можно было бы уже чуть-чуть больше снять пасточки. Потому что, в этот момент, видно, да, то есть, ну, тоже, я ни в коем случае никого не получаю. Просто рассказываю своё мнение, и я понимаю, что хозяин всегда барин. Вот. То есть, здесь у нас этого практически нет. А вот, конкретно на флиппере чуть-чуть присутствует. Вот. В остальном нож мне понравился. В руке сидит очень комфортно. Я думаю, что прототип многие узнали, да, с чего, собственно, вдохновлялся автор. Я думаю, это ни для кого не секрет. Да и название Барибал, если кто-то не в курсе, да, мишка такой. То есть, тут тоже есть такая, наверное, отсылка или камео, как правильно назвать. Уже решайте сами. Вот. Клипса, кстати, руку не наминает абсолютно, она незаметна. То есть, никаких сторонних чувств в руке он не вызывает. Баланс, в принципе, на уровне. То есть, вот он, пожалуйста, хотя при таких габаритах и весе, это на самом деле удивительно. Вот. Работать обратно, хватом можно прямым, то есть, принести палец на обух. Да. Дело в том, что, наверное, всё-таки при таких габаритах ножик всё-таки не для маленькой руки, скорее для средней и крупной. Продавить я его могу с большим трудом. Всё-таки уже 10 даёт о себе знать. И его толщина. То есть, в принципе, как для человека, создание ножей, у которого это хобби, очень серьёзная заявочка на успех и на победу. И надеюсь, что-то новенькое от Виктора ещё получу. Фотографии будут в конце ролика. Ссылочка на его тему тоже. Если было интересно. Ах, да, про заточку не сказал. Давайте посмотрим. У меня здесь есть чек. Заточка хороша. И столичка тоже. Всё бреет, всё режет. И даже при таком клиночке при спусках от обуха всё очень хорошо. Давайте ещё покажу финиш клиночка. Тут уже не мало важно. Здесь мы видим такой красивый сатин ручной. Я постараюсь его показать, но я думаю, вы его и так увидите. Вот он. То есть, хорошо. Хорошо, необычный цвет G10. Всё очень-очень достойно. Выборка под пружину. Толковая. Вот. Чуть-чуть не по центру, но дальше плашки не касается. С вами был Александр Святов. Я рассказывал о ножике, которая называется Барри Балв от одесского мастера Виктора Акавиха. Спасибо, друзья, за внимание. До свидания. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»